Красная шапочка Она была без ума, а бабушка совсем на ней помешалась. Эта добрая старушка купила ей красную шапочку, которая так девочке к лицу пристала, что от шапочки ей и кличка пошла, и везде звали ее Красною Шапочкою. Раз мать вынула из печи пироги и говорит ей, сходи-ка к бабушке понаведаться, сказывает она нездорова, да снеси ей пирожок и горшочек масла. Красная шапочка сейчас встала и отправилась к бабушке, которая жила в другой деревне. Только идет она лесом и встречает волка. Волк хотел было ее съесть, да не смеет, потому что поблизости дровосеки слышны. Вот он и спрашивает, куда ты идешь? Бедная девочка не знала, что с волком опасно останавливаться разговаривать и отвечает ему. Я иду к бабушке, несу ей от матушки пирожок да горшочек масла. — А, далеко бабушка живет? — спрашивает волк. — О, далеко, — отвечает Красная Шапочка. — По затою мельницею, что вон-вон виднеется впереди, а там будет первый дом, как войдешь в деревню. — Знаешь что, — говорит ей волк, — пойду-ка и я к бабушке. Я пойду этой дорогой, а ты ступай тою. Посмотрим, кто из нас скорее дойдет. И волк бросился изо всех сил бежать по самой короткой дороге, а девочка побрела шажком по самой длинной. На пути она собирала орехи, гонялась за бабочками, рвала цветы. Она еще забавлялась дорогою, а волк уже прискакал к бабушкиному дому, постучался, стук-стук. — Кто там такой? — Это я, внучка ваша, Красная Шапочка, — отвечал волк, переменяя голос. — Пирожок несу да горшочек масла. Матушка прислала. Бабушка лежала в постели, потому что ей немного не здоровилось, и кричит оттуда. — Дерни за веревочку, засов отойдет. Волк дернул за веревочку, дверь отворилась, он бросился на старушку и разом проглотил ее, потому что уже больше трех дней ничего не кушал. Потом он запер дверь, улегся в бабушкину постель и стал поджидать Красную Шапочку, которая через несколько времени пришла и постучалась. Стук-стук. — Кто там такой? Услышав грубый волчий голос, Красная Шапочка сперва было испугалась, но, подумав, что, верно, у бабушки насморк, отвечала. — Это я, внучка ваша, Красная Шапочка. Пирожок несу да горшочек масла. Матушка прислала. Волк крикнул, как только мог, тонким голосом. — Дерни за веревочку, засов отойдет. Красная Шапочка дернула за веревочку, и дверь отворилась. Когда девочка вошла, волк закутался хорошенько в одеяло, чтобы она его не узнала, и говорит. — Положи куда-нибудь пирожок да горшочек масла, и иди, приляг со мною. Красная Шапочка разделась и легла в постель. Ее очень удивило, что без платья бабушка такая странная. Она и говорит. — Бабушка, какие у вас длинные руки? — Это, внученька, чтобы получше тебя обнимать. — Бабушка, какие у вас длинные ноги? — Это, внученька, чтобы получше бегать. — Бабушка, какие у вас большие уши? — Это, внученька, чтобы получше тебя слышать. — Бабушка, какие у вас большие глаза? — А это, внученька, чтобы получше тебя видеть. — Бабушка, какие у вас большие зубы. — А это, чтобы тебя съесть. И с этими словами злой волк бросился на Красную Шапочку и съел ее. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...